Привет, добро пожаловать в Sims 4 и сегодня у нас эксперименты с генетикой, а в частности с генетикой оборотней. Я создала нашего парня Гарольда Ирвинга и он является оборотнем. Также я создала трех девушек, а именно Руби Смит, она является девушкой, обычным человеком. Эмбер Кларк это вампир и это самое интересное, также Саманта Томпсон, она у нас русалочка. Суть этого видео в том, что наш Гарольд попробует защищать ребенка с каждым из этих персонажей и посмотрим какие дети у них получатся. Делать это мы будем не через сказ, а через игровой процесс, я думаю так гораздо интереснее. Ну а мы начинаем с Руби Смит, с нашего обычного человека и посмотрим какой ребенок у них получится. Кстати отношения сейчас есть у всех персонажей, то есть у Гарольда Ирвинга есть романтические отношения и с Руби, и с Самантой и с Эмбер. В общем теперь Руби идет делать тест на беременность и ура, она беременна сразу. Далее мы переходим к Саманте Томпсон, все то же самое, немножко романтических действий и теперь попробовать защищать ребенка. У русалок и оборотней вроде никаких конфликтов нет, но тем не менее было бы очень интересно посмотреть, особенно если будет полукровка. В общем теперь отправляем ее делать тест на беременность, но к сожалению Саманта оказалась не беременна с первого раза, поэтому отправляем все это повторять сразу, пока она не стала грустной. И пока это действие возможно совершить, теперь отправляем ее делать тест на беременность и я надеюсь, что со второго раза все получится. Да, отлично она беременна. И теперь самое интересное, это Эмбер Кларк, наш вампир. У вампиров и оборотней изначально очень плохие отношения, то есть они враги и половина дружеских отношений заполнена красной линией, но развить отношения им можно и это делается довольно таки легко, поэтому романтические действия у них появились и она делает тест на беременность. К сожалению она также не беременна с первого раза, почему-то Эмбер и Саманте не ведет. В общем идем все это повторять. Опять-таки пока не появился грустный мудлет и отправляем ее делать тест на беременность. Наверное будет тяжело всем этим четырем персонажам жить в одном маленьком доме, но она беременна, ура. Давайте она расскажет эту новость нашему Гарольду и теперь мы ускоряем время. Домик у нас кстати совершенно небольшой, я его довольно таки быстро построила и так. Гарольд превратился в оборотня, теперь ходит, бежит и крушит весь дом, который и так-то небольшой и так-то тут постоянно что-то ломается и постоянно Симы что-то чинили. Но тем не менее три дня тут прошли довольно таки интересно. Наша вампирка вообще выходила мыться на улицу под дождем, потому что погода тут была такой себе. Также когда Гарольд был оборотнем, все Симы выходили на улицу, это было не очень удобно и очень даже странно. Но в целом их можно было вернуть домой и как вы видите я немножко попробовала тут убраться, потому что если Симами не управлять, то они сами не очень-то любят убирать, тем более пылесосить. В общем далее наша Эмбер немножко проголодалась и вышла на улицу на охоту за персонажами. Она просто пила кровь у рандомных Симов и это было несколько раз, но ей повезло, что прохожие не сильно-то сопротивлялись, поэтому да. Потом она возвращалась домой и они все вместе ждали родов. В целом за ними было очень интересно наблюдать, потому что целых четыре персонажа и все такие необычные и интересные, особенно оборотень, который постоянно превращается и начинает все крушить. И вампир, которому постоянно нужно искать жертву, чтобы он попил крови. В общем было весело. Знаете, я бы даже хотела оставить чуть больше Симов, таких же сверхъестественных, на одном участке, в одном небольшом домике и посмотреть, что будет через неделю, допустим. Я думаю, что звучит очень интересно. Также я, конечно, отправляла их волонтерить, чтобы немножко промотать время и отправляла на некоторые курсы нашего вампирку, чтобы также промотать время. И вот наша Эмбер опять проголодалась, поэтому мы зовем Катрину Конгадзе к нам в гости, чтобы попить у нее крови. В целом, три дня прошли довольно-таки быстро и вроде бы никто никак не конфликтовал. Но было не очень удобно, что у всех есть романтические чувства, поэтому все персонажи ревновали, постоянно ходили недовольные и постоянно портили друг другу отношения. Так как Гарольд ревновал то с Руби, например, а Саманта это видела, ей это не нравилось, то было с другими персонажами. К концу у Эмбер и у Гарольда вообще не осталось романтических отношений, по-моему, это немножко странно. Вообще, вампиры и оборотни тут самые главные герои, получается, потому что все самое интересное происходит между ними и у них. Например, Гарольд уже во второй раз превращается в оборотни и начинает все крушить. И, наконец-таки, наша Руби рожает, и она идет рожать в обычную коляску обычного ребенка, точнее ребенка от обычного человека и оборотня. И давайте посмотрим, кто у нас появился. Итак, это девочка, давайте назовем ее Кэролайн. Кэролайн Смит звучит очень даже хорошо. Далее, я думаю, Гарольду пора уже печь какие-нибудь тортики, чтобы праздновать дни рождения. Сначала я хочу подождать, чтобы все детки родились и по очереди праздновать их дни рождения и смотреть, какие они будут. Следующий рожает наша Саманта, наша русалочка, и она идет в такую необычную коляску для оборотней. Давайте посмотрим, кто у нее. И это тоже девочка. Давайте назовем ее Бетти, также на рандом. Бетти Томпсон. Конечно, их сразу нужно как-то утихомирить. Наши родители идут кормить своих детей. Я думаю, это выглядит очень даже мило. И прикольно, что три ребенка в ряд. Теперь Эмбер Кларк рожает. Это отлично, и ее мы также отправляем рожать ребенка уже в коляску для вампиров. И посмотрим, кто у нее появился. Так, у Эмбер также появилась девочка. Ее будут звать Ники, и я думаю, что это очень необычно, что родилось целых три девочки. Однако, я этому только рада, потому что в касс мне больше нравится смотреть именно на девочек. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. Дальше, я думаю, пора праздновать дни рождения. Начнем мы с Руби, точнее Каролайн Смит, и посмотрим, кем в итоге она стала. Сначала празднуем день рождения, она тоддлер, теперь ребенок, и потом станет подростком. И мы сможем посмотреть, кем же в итоге она будет. Выбираем ей на рандом жизненную цель и также черту характера. И сразу же празднуем следующий день рождения. Теперь она становится подростком, и мы также выбираем ей жизненную цель и на рандом черту характера. Теперь, наконец-то, мы можем посмотреть на нашу Каролайн. И я думаю, что она очень даже симпатичная. Ну, в общем, переходим к следующему ребенку, к Бетте. Наша русалочка Саманта празднует день рождения своей дочки, и на рандом выбираем ей черту характера. Дальше идем ей праздновать день рождения. Как видите, на кухне тут очень много людей, и Гарль нам все загородил, но празднуем ей день рождения. Теперь она становится ребенком. Также выбираем ей жизненную цель, черту характера. И теперь делаем ее подростком. Как видите, тут очень много людей на кухне. Я думаю, это очень круто выглядит, что Бетте со всей семьей празднует свой день рождения. Так, она задувает свечи, заказывает желание. И теперь мы можем посмотреть на ее жизненные цели и черту характера. И вот такая вот у нее пока внешность получается. Я думаю, что очень даже симпатичная. Остался последний ребенок, это Ники Кларк. Наша Эмбер, наша вампир, идет празднуем день рождения своему ребенку. И также празднуем ее день рождения. В общем, все у нас повторяется. На кухне у нас еще больше людей. А без ка объявлений у меня уже успела переполниться. Ну, в общем, празднуем очередной день рождения. Она уже ребенок, и теперь празднуем ее самый последний день рождения, чтобы она стала подростком. И наша Ники куда-то исчезает. Но ничего страшного, выбираем ей черту характера, жизненную цель. И мне не терпится перейти в касс, посмотреть, как они выглядят. Но сначала я уже вижу, что наша Бетти русалочка. Я бы хотела, чтобы она приняла в ванную. И просто посмотреть, как она тут выглядит. И как выглядит ее хвостик. Так, почему-то она очень сильно поменялась. Но в любом случае, выглядит интересно. Мы можем переходить, наконец-таки, в касс. Родители нашей Кэролайн. Это Гарль, цирвинки и Руби Смит. Вот так вот она выглядит. Я думаю, что она очень даже симпатичная симка. И она обычный человек. Поэтому мы можем ее сейчас немножко переодеть. Однако, признаюсь честно. Я действительно думала, что у нашей Руби родится оборотень. Так как она является простым человеком. Но нет, видимо, ее гены оказались намного сильнее. И поэтому у нее родилась обычная девочка Кэролайн. Но при этом она безумно красивая. И опять-таки, мне она очень даже понравилась. Следующий ребенок, также ребенок оборотня. И Саманта, нашей русалочки. Ее зовут Бетти. И как видите, она у нас также русалочка. То есть, гены оборотня опять оказались слабее. Но тем не менее, вот такая вот прекрасная симка получилась. Кстати, все персонажи безумно красивые. И мне безумно нравятся. Я не знаю, почему так вышло. Но, возможно, их родители изначально были очень даже симпатичные. Теперь мы можем посмотреть на ее версию русалки. Почему-то, когда она принимала душ, у нее не было видно топа. Но тем не менее, давайте его тоже поменяем. И вот такой вот персонаж. Кстати, забавно, что у нее родинка, как и у ее матери. В общем, следующий персонаж это Ники. Ребенок Эмбер-вампира. И оборотня. Я думаю, что это самый интересный вариант. И она также у нас вампир. Получается, что гены нашего Гарольда, нашего оборотня, совсем слабые. И ни одна из его дочерей не стала оборотнем, как он. Но тем не менее, симки получили лишь просто прекрасными, очень красивыми. И каждая из них мне безумно нравится. В общем, такой интересный эксперимент у меня сегодня получился. Я думаю, что было очень забавно за ними наблюдать. Особенно вот эти вот три дня, где мы проматывали беременность. Ну, в общем, если вы хотите вторую часть, где я возьму других сверхъестественных персонажей, то дайте мне знать в комментариях. Также подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. А я желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока. Всем пока.